Бенихасан Так сейчас называют скальный некрополь эпохи Среднего Царства, что находится на восточном берегу Нила, на возвышенности недалеко от современного административного центра области Эль-Минья. Здесь же располагался один из самых древних городов Египта – Менат-Хуфу. Возможно, отсюда происходили родом Хуфу, строитель Великой Пирамиды и его отец Снофру. К северу и югу от Бенихасан было обнаружено множество плохо сохранившихся гробниц времен Третьих, и Четвертой династии. Главным божеством Менат-Хуфу была богиня-львица Пахет, обладательница зорких глаз и острых когтей. Здесь она почиталась, как владычица восточной пустыне. Позднее, в новом царстве при Хаджи-Псуте Тутмосе Третьем, в десяти километрах к югу от Бенихасан, был вырезан храм в честь богини. Но еще позже Сетти первый стер их имена и вписал свои. В одной надписи царица Хаджи-Псут представляет себя восстанавливающий Египет после предыдущих беспорядков. Имеется в виду второй переходный период. При Александре Македонском он стал называться храмом Артемиды. Бенихасан пользовался популярностью среди ранее христианских монахов. Гробницы использовались в качестве келий, монастырских школ и церквей. Многие изображения были сильно повреждены, а на стенах монахи оставили свои многочисленные граффити. Период Среднего Царства – второй яркий период египетской истории. Впервые со времен шестой династии была одержана победа над Гераклиопольской монархией. Введен культ Амон-Ара, который был призван консолидировать Верхний и Нижний Египет. Полностью был восстановлен контроль над Нубией и ее богатствами. Египет снова стал великой державой. Фараоны, сосредоточив в руках людские и материальные ресурсы, не только восстановили общую ирригационную систему, но и значительно ее расширили. В период Среднего Царства создано много произведений искусства и шедевров архитектуры. Эти памятники с их знаменитыми биографическими надписями неоценимы для исследования истории Среднего Царства. Скальные гробницы в Бенеи-Хасан считаются одними из уникальных памятников Древнего Египта. Этой весной мы с участниками проектов антропогенез.ру и лаборатория научных видео посетили Египет, откуда вели трансляции самых интересных мест нашего путешествия. Посмотреть запись увлекательных стримов можно на каналах проектов. Попасть в Средний Египет непросто. Достопримечательности находятся далековато от Каира и от Луксора. И если едешь самостоятельно, посещая археологические объекты, то необходимо предварительно уведомить полицию и выписать разрешение. На трансфер из одного города в другой такое разрешение не требуется. Чтобы посетить некоторые памятники Среднего Египта, мы решили добраться из Каира в Луксор на небольшом мини-вене. Это заняло у нас два дня с промежуточной остановкой на ночь в небольшом отеле напротив храма Рамсеса II в Абидосе. Из-за смены водителя буквально за несколько часов до выезда нам не удалось получить разрешение в туристической полиции. Поэтому мы поехали на свой страх и риск. Между Каиром и Луксором много чего интересного. И за одну поездку получится посмотреть лишь малую часть. Но некрополь Бенихасан нам удалось посетить. Наш перевозчик предупредил нас, что если полиция будет задавать вопросы о том, что мы тут делаем, надо отвечать только то, что мы едем в Абидос, а об остальном молчать. Уже само это вызывало некую тревогу. И вот когда, судя по навигатору, мы были совсем недалеко от Бенихасан, нашу машину останавливает полиция. Водитель плохо говорит по-английски, а его взгляд выражает крайнюю обеспокоенность. Полицейские долго с ним пререкались и, как нам показалось, грозили штрафами не только ему, но и нам из-за отсутствия у нас разрешения. Затем нас попросили всех выйти из машины, а такого никогда не случалось за все мои поездки. Мы схватили паспорта и пошли, ожидая чего-то скверного наверх по лестнице, как мы думали, в полицейский участок для разбирательства. Однако, поднявшись за нашими провожатами, увидели билетную кассу. Оказалось, что весь цербор происходил прямо у Бенихасан. Нашему водителю удалось уболтать полицию, чтобы мы посетили Некрополь. Бенихасан с гробницами вельмож находятся на возвышенности. Отсюда прекрасный вид на Великий Нил, крестьянские угодья и россыпи жилищ, которые раскинулись вдоль берега. Резкие порывы прохладного ветерка разбавляют жару палящего солнца. Мы в сопровождении смотрителей идем по дороге. Слева пропасть долины Нила, справа в скальной толще – гробницы. Выбор такого места для Некрополя очевиден. Последние пристанища знати возвышаются над рекой, и город Минат-Хуфу, столица Нома-Махеш, как на ладони. Из множества погребений сохранили прекрасные росписи лишь несколько гробниц, а для посещения открытые всего четыре. Строения погребений Бенихасана схожи. Открытый дворик, высеченный в скале внешний портик. Огромное помещение с изображениями на стенах. Папиросовидные колонны с капителями в виде лотоса. Ниша-часовня для статуи и очень глубокая погребальная шахта. Папиросовидные колонны с капителями в виде лотоса. Многочисленные гробницы Дреньево Египта устроены так, что одна часть предназначалась для посещения гробницы родственниками и паломниками, для поклонения усопшему и подношений, для отправления религиозных ритуалов жрецами. Стены молельни были расписаны деяниями умершего, актуальными на тот момент сценами. И вот входим в первую гробницу. После ослепительного дневного света не сразу различаешь изображение на стенах огромнейшего помещения. Это место упокоения чиновника и казначея, бакета третьего, служившего в период одиннадцатой династии. Известно, что во время гражданской войны он встал на сторону фиванцев, во главе с Ментухотепом Вторым. На стенах изображен бакет со своей супругой в сценах от повседневной жизни и охот на различных животных, в том числе и каких-то фантастических, до сцен его похорон, например, когда статую умершего транспортируют гробницы в сопровождении приносящих пожертвования. Мы видим изображения ремесленников во время работ. Среди них ювелиры и скульпторы, сцены ткачества и придения, сюжеты деревенской жизни, охота и рыбалка на болотах, ловля птиц и сбор папируса, игра в сценет в свободное от работы время. На стенах увековечены египетские воины и нубийские лучники, сцены осады крепостей. Особенность этого погребения – внушительное количество сцен спортивных состязаний, акробатических танцев, борцовских позиций и приемов. Это очень любопытно и даже вызывает ассоциации с античными олимпийскими играми, а не со средним царством. Вторая гробница принадлежит Хете. Вероятно, он мог быть сыном Бакета. Строения их гробниц очень схожи. Хете управлял номом Орикс во времена правления царей XI и XII династий, в том числе служил и при Синусерте I. Имел титулы «Единственный друг царя» и «Смотритель войск в тайных местах». На стенах изображен Хете на охоте в болотах, а также ремесленники и крестьяне, борцы и осадок крепости. Как и в гробнице Бакета, поражают не только красивые росписи, но и сами огромные помещения с колоннами. В этом погребении сохранились, увы, не все колонны. Стоит сказать, что они были высечены из цельной скалы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Следующая гробница принадлежит Амени-Мхету, сокращенный вариант имени Амени. Амени-Мхет управлял своей провинцией при Синусерте I, это XII династия, и был важным должностным лицом. Имел огромное количество гражданских, военных и религиозных титулов. Он сопровождал царя военной экспедицией в Куш. В другой экспедиции Амени сопровождал сына царя, весьма вероятно, будущего фараона Амени-Мхета II. Из надписей нам известно, что мать Амени звали Хену, жену Хетепет, а сына Хнум Хатеп. Из-за повреждений надписи имя его отца нам неизвестно. Настенные росписи содержат темы, похожие на более ранние гробницы, с сельским хозяйством и промышленностью, сценами охот в пустыне и болотах, военными действиями и похоронными обрядами с жертвоприношениями. Одна из сцен показывает ритуал путешествий в Абидос. И, конечно же, мы видим изображение самого Амени со своей супругой. Аминь. 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 А лошадь. Хнум Хатеп II, Намарх Нома Орекс и управляющий городом Минат-Хуфу, происходил из влиятельной семьи чиновников. Внук Намарха Хнум Хатепа I, сына Амине, о котором мы говорили ранее, имел титулы назиратели за восточной пустыней, распорядители жрецов, хранители царской печати. Хнум Хатеп достиг вершин своей карьеры во время правления царей Аминемхета II и Синусерта II. Он женился на Хете дочери Намарха соседнего Нома, которая стала его главной женой. Скорее всего, это был брак по расчету, с политическими целями. Хете носила множество титулов, таких как дочь губернатора-распорядителя, хозяйка дома, а также была жрицей богини Хатхор. Благодаря этому браку их сын Нахт II получил права на Ном Импут, в котором он позднее стал Намархом. У Хнум Хатепа была и вторая жена Тият, у которой было несколько скромных титулов. Хозяйка дома – та, кто знает своего господина. Тият – единственная известная женщина-хранитель царской печати при дворе местного губернатора. Предполагают, что она могла быть его настоящей любовью. У Хнум Хатепа было еще трое детей, и каждый впоследствии получил государственную должность. Выделяют эту гробницу среди остальных в Бенихасане сцены группы азиатских кочевых торговцев, которых иногда считают гексосами или, по крайней мере, их предшественниками. Группа в пёсрах одеяниях приносит подношение умершему. В сцене изображено 15 человек, но в сопроводительной надписи упоминается, что их было 37. Гробницы знати в эпоху Среднего Царства в этой части Египта обладали общей структурой. Не особо, чем отличаясь друг от друга. Имели большие помещения и глубокие погребальные шахты. Но самое ценное – это росписи, которые являются не только шедевром древнеегипетского искусства Среднего Царства, но и дают много информации о жизни того периода. Мы видим множество сюжетов об охоте или осаде крепости, ремесленничестве или занятиях спортом. Это говорит о том, что государство, выйдя из тёмного переходного периода, политической анархии и застоя в творчестве, снова оказывается на пике своего развития. Весьма похоже на то, что вот эта небольшая гробница была не завершена. Хорошо видны следы грубой обработки кайлом. Осмотрев Бенихасана, мы мчим дальше. Уже вечереет, и поздно ночью мы прибудем в Абидос. Но это уже другая история. Спасибо за просмотр. Уверен, что вы узнали что-то новое. Не забывайте следить за выходами новых видео и погружайтесь в мир Древнего Египта с моей музыкой. До встречи. Что такое? Привет! Иди сюда! Иди сюда! Субтитры сделал Dревнего Египта с моей музыкой. Субтитры сделал Dревнего Египта с моей музыкой.